Приветствую вас, меня зовут Евгений Додолев и в гостях у золотой рыбки сегодня коза с колокольчиком и бродячая собака. Прекрасная во всех хипостасиях Юлия Рудберг. Обидно было с козой? Наоборот, прекрасно. А вообще, что бывало в жизни, если мы про профессию говорим обидного? Что писали или говорили, что было обидно? Обидного? Ну, вы знаете, я никогда не обижалась, когда это было по делу. Дело в том, что когда я пришла в театр, еще живы были Рудницкий, писал Барташевич, Максимова, когда разбор спектакля, это был не на уровне нравится-не нравится, или прочитать предыдущую версию и написать что-то по-другому совсем, пересказ спектакля. Это была линейка, начиная с самого автора, которого мы ставили, да, и те приемы, которые использует режиссер, и как на территории этого мира, созданного режиссером, существуют актеры. Поэтому иногда бывали очень интересные замечания, потому что большое видится на расстоянии. Когда я начинала, вообще мы были лишены того, чтобы можно было поставить камеру и увидеть себя со стороны. Мне кажется, что критика для актера – это важнейшая вещь. Те люди, которые обижаются на это, на них надо воду возить, просто заставить их возить воду. А обидное бывает, когда неуважительно. Неуважительно вообще. Потому что на самом деле, когда мне не нравится спектакль, например, даже у нас в театре… У вас в театре, вы поясните, все-таки. Да, в театре Евгения Багратионовича Вахтангова. Бывает так, что мне какой-то спектакль не нравится. Но я всегда иду поздравить от чистого сердца своих коллег, подбодрить их и сказать им добрые слова, потому что я прекрасно знаю, что такое премьера, что такое сдавать спектакль, какой-то адский труд. Дальше, если кто-то меня спросит, кому-то интересно, или у меня с кем-то такие отношения, что человек меня может услышать, я могу помочь, а не навредить. Потому что после выпуска спектакля вообще надо слушать только режиссера. Тогда я что-то скажу. Поэтому мне кажется, что когда неуважительно, то тогда обидно, даже когда хорошо. А когда вы, допустим, читаете в целом не о себе, не о театре, не о коллегах, а о профессии вашей что-нибудь нелестное. Допустим, Татьяна Толстая говорила, что она в свой проект телевизионный вместе с Дуней Смирновой они никогда не приглашали людей вашего ремесла, потому что они исходят с того, что актеры пустые. Что их наполняет чем-то роль, а с ними самими говорить не о чем. Это обидно, допустим, такой тезис? Ну, вы знаете, на самом деле не обидно вот так вот до слез, неприятно, я бы сказала. И это несправедливо? С моей точки зрения это несправедливо, но все, что касается территории искусства, литературы, это все субъективные кажемости. Судить человека можно только потому, что, например, Дунечка Смирнова, которая мне бесконечно симпатична, которая снимает кино, пишет прекрасные сценарии и снимает великолепных артистов. И думаю, что то, что она была согласна, например, с Толстой, ну, это паритет, да? Ну, вот так они решили в этой программе. Но она же общается с актерами. И она зовет, мягко говоря, неглупых людей. И потом у нее папа Андрей Смирнов, который выступает в двух ипостасях. И режиссер. И режиссер, и актер. И я думаю, что, ну, как режиссера, как минимум они его могли бы пригласить. Но я не думаю, что Дуня бы согласилась с Толстой, когда про ее папу сказали, что он пустой и глупый человек. Ну, вот просто совсем по близкому кругу. Вот, поэтому на самом деле я, как бы, если мне интересны эти люди, и если это не касается, как бы, за шага на мою территорию, это неразрушительно, я просто это созерцаю. Вы понимаете, все-таки, когда я была юной, я принимала все к сердцу близко. И мое сердце было уже готово разорваться. Мы зачем-то возрослеем и зачем-то мудреем. Да, в чем мудрость? В каком-то более спокойном отношении к раздражителям, к любым. Вот я, например, дико раздражалась, когда я считала, что я плохо играю в спектакль. А ко мне подходили люди и говорили, боже мой, как это прекрасно. Мне хотелось укусить этого человека. Я хотела сказать, зачем вы это говорите? Вы же врете, да? А человек видел со стороны, и мне сказали, успокойся. Ты вообще можешь быть необъективна. Вот тебе нравится, как ты играешь в этот момент, а режиссер в ужасе, и думай, когда закончится спектакль. А тебе не нравится, как ты играешь, а в зрительном зале, затаив дыхание, да, ты не понимаешь, ты внутри чашки с кофе. Вылези из нее и почувствуй запах и так далее. Поэтому, вы понимаете, мне кажется, что наш юношеский максимализм, который прекрасен, он все-таки переплавляется. Я ненавижу это слово толерантность, мы уже видим, к чему оно привело. Терпимость. Терпимость к другим. Возможность слушать. А главное, что вступать в какие-то дебаты, беседы и так далее, только тогда, когда тебя это волнует напрямую. Если это покасательный, отпустите. Про возраст. Существует понятие внутреннего возраста. Очень многие мои собеседники говорят, мне вот там столько-то, а в душе на самом деле 14, 18, больше 25 никто не говорил. Вы в душе себя на какой возраст ощущаете? Ну, знаете, по-разному очень. На самом деле, вот несколько дней назад, придя играть в спектакль аудиенцию, это большая радость, которая случилась у меня в этом году. Пандемия, пандемия. А вот у меня такой подарок, потому что я ввелась на роль Тэтчера в спектакль Глеба Панфилова. И мы играем с сыном Михайловной Чуриковой, которая играет английскую королеву. Вот, значит, я премьер-министр. Недавно на спектакле я оговорилась. Ну, она потрясающий партнер. Можете представить, выться к ней Михайловне и сказать, там у меня фраза, я не читаю, Ваше Величество, но мой пресс-секретарь читает. И я вдруг ей луплю горбатого. Я говорю, я не читаю, Ваше Величество, но мой премьер-министр читает, простите, пресс-секретарь. И у меня такое красное море. Вот, вы мне задали вопрос, про что я так уплыла. Про внутренний вопрос. Так вот, я была такая уставшая, и что-то вот эти дни было с погодой. Девяносто. Вот я посмотрела на себя в зеркало, и поняла, что я сейчас пойду играть вечер, который настолько моложе вообще меня, потому что какая-то дикая усталость. Вчера я пришла после хороших съемок, мне было 25, при том, что это был вечер. Понимаете? То есть это не константа какая-то? Абсолютно. Это энергия. И это серотонин. Вот если присутствует... Вообще, если присутствует серотонин, доза счастья, которая в тебе, не какого-то конкретного, а счастье, которое провоцирует на позитивную энергию, на положить, на радость, вот она определяет, сколько тебе лет. Когда я с внуками, мне иногда бывает 10, иногда 15. Я знаю, что с внуками общаетесь на равных, как со взрослыми. Абсолютно, да. То есть у вас манеры не сесекать, то есть вы такая очень нетипичная бабушка. Ну, наверное. А вы вообще нетипичный человек, как вы себя, вы такой неординарный в целом. Я не могу сказать, что я неординарный человек, это было бы очень глупо с моей стороны, потому что это должны говорить окружающие. Я знаю, что я с детства белая ворона. Это абсолютно. По проявлениям, по характеру, по внешности, по тому, как складывается моя судьба в театре, в кино. У меня какой-то свой пикник на обочине, понимаете? Вот как-то по-стругацки. Когда вы упомянули Чурику, я помню, история была, когда вы где-то сидели, выпивали с ней, вас приняли за тетю и племянницу. Да, 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 да. Это было лестно? Лестно. Что подумали, что вы родственники? Лестно. Невероятно лестно. И вообще, вы знаете, вот я как-то так благодарю судьбу, потому что для меня вот на сегодняшний день осталось три настоящие королевы сцены. Это Инна Михайловна Чурикова, это Алиса Бруннов-Фрейдлих и Марина Мстиславовна Ниёвова. Вот это три женщины, с которыми по касателям меня сводила судьба, а сын Михайловна очень давно, да, как-то мы вот принимаем участие в каких-то совместных делах, но впервые встретились на сцене. И когда я в конце, значит, должна была подойти, она говорит, да, умеете вы взбодрить мой премьер-министр. Я подошла, значит, приложила голову, сказала, благодарю вас, а дальше моя королева. И вот эти слова, когда я увидела её, не могу говорить, потому что я не могла их произнести, потому что это... И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Потому что я когда посмотрела на неё, передо мной стояла Чурикова. Я сказала, моя королева, у меня дрогнул голос, и это был момент, наверное, счастья, которое выше, чем роль, выше, чем пребывание на сцене, и выше, чем все театральные премии. Потому что в данный момент стояла королева русской сцены, которая играет английскую королеву, которая играет по-королевски, и я рядом с ней. А у вас вообще какое-то представление, допустим, о фигуре премьер-министра британского, о Маргаре Тетчо есть? Конечно, да, есть. То есть она совершенно уникальный человечище. Маргаре Тетчер – это беспримерное служение своей стране и невероятный пункт. Она была государственным мужем в юбке. Именно государственным мужем. Потому что многие министры, которые были после и сегодня, жалкое подобие. Потому что очень многие декларируют себя и, как сказать, пытаются создать себе имидж и так далее. Она в последнюю очередь думала об имидже. Он у нее состоялся. В какой-то момент она сняла эти безумные шляпки. У нее такие тортики были. У нее все было прекрасно, сохраняло себя. Мы же сейчас с ней беседуем, с Юлией Рудберг. Не просто интересной девушкой, но очень умной. Спасибо. Скажите, вы когда беседуете с человеком, будь это интервьюер, допустим, или коллега, или вообще где-то, который заведомо чувствует, что он глуп, вас это раздражает или, напротив, умиляет? Или вообще никак? Вы знаете, дело все в том, что есть еще у человека обаяние или отсутствие обаяния. Даже глупый человек может быть обаятельным. Поэтому если глупый человек обаятелен, я ему прощаю и всячески пытаюсь его приподнять. Если глупый человек агрессивен, то я ему выставлю зеркало, и он увидит себя в не очень хорошем свете. То есть адекватно. Адекватно. Вы знаете, это не потому, что я мстительна. Просто глупость – это непростительно. Мне кажется, что непростительно. Глупость непростительна. Сейчас такую сексистскую вещь скажу. Вопрос даже для женщины? Вы знаете, мне кажется, что особенно для женщины. Да, потому что красота – это, как мне покажется странным, но особенно в искусстве, это сиюминутно. Когда очень красивая женщина на сцене, то первые три минуты – это является ее тузовым покером. Как только она открывает рот и лишена дарования, или глупа, этот тузовый покер в равной степени отражается с другой стороны. Она становится чудовищным. Хочется, чтобы она окаменела, приняла какую-то позу, и ее поставили в Пушкинский музей. И, впрочем, можно даже руки обрубить, чтобы она уже была навечно шедевром. Потому что красота, неподпитанная мыслью, неподпитанная – это пустота. Это звенящая... Когда нет содержания, нет контента. Я подвесил два ружья на счет козы с колокольчиком и бродячей собаки. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали. Вы знаете, недавно я была на выставке, которая была посвящена фортам Шагала. Там в том числе продавались эти работы. И там был потрясающий экскурсовод, который столько всего знал, рассказывал. И я его спрашиваю, спрашиваю, спрашиваю. Он говорит, простите, пожалуйста, а почему вы так внимательно спрашиваете о Шагале? Вы как-то с ним связаны? И я без либретто сказала. Я говорю, да, потому что перед вами стоит летающая шагаловская коза. Он посмотрел на меня, подумал, что я городская сумасшедшая. То есть он не узнал? Не узнал, да. Он говорит, а вы не могли бы потом поподробнее с этого места? Да, я летающая шагаловская коза в спектакле Римса Владимировича Туминоса. Улыбнись нам, Господи. Я считаю, что эта роль, это какая-то награда в моей жизни. Ну, во-первых, потому что она полностью посвящена папе. У меня одно предложение, и все остальное на пластике. И это такой гимн моим генам, гимн отцу, который по мне всегда есть, бурлит. Как вам сказать, это роль? Почему я этот шагал? Потому что Римс Владимирович мне сказал, значит, я тебя подвешу. Я ничего не поняла, как это меня подвесит. И вот когда сделали эту мизансцену, я держусь за трубу, я в белом, и вот так вот ты на стене. Все зрители первые пять минут заняты только одним. Они действительно смотрят только на меня, не потому что я так хорошо играю. Я молча сижу, у меня катятся слезы. А потому что они не могут понять, как артистка так долго висит на стене. А дальше, как вам сказать, это совмещение, я такого кентаврика играю, это совмещение женской природы, потому что это коза, когда у Ефраима умерли все жены, ушли все дети. И вот он один, то эта коза, это сублимация всех его душевных привязанностей. А еврейская коза, это же еврейская собака. Она живет в доме, она не ест все, что хотят, она живет рядом с хозяином, дает молоко и так далее. И я сама для себя решила, что я люблю Ефраима, что моя женская природа, я его люблю. Он не только мой хозяин, это мой мужчина, это тот, кому я служу. И я вот женскую природу никуда не плачу. Поэтому периодически кулачки у меня превращаются в ладони, я вытираю ему слезы, я его провожаю, я его обнимаю. Это великая нежность. А Шагал, мне кажется, что у Шагала в картинах есть не только скорбь еврейского народа, у него есть какая-то метафизическая полетность. Вот это, как вот начиная с Моисея, предположим, возьмем, вот не только этот исход, а еще полет души. Все равно выживает этот народ. И все равно дети всегда обучены. И все равно эта традиция сохраняется, что с голой попкой может ходить, но будет читать Тор, будет уметь читать и считать. До сих пор всегда дети должны быть образованы. Их учат рисовать, у них всегда есть скрипка. И, ну, что поделать? Да, виноваты мы в том, что хорошая голова. Но, может быть, стоит прикладывать усилия в воспитании детей, и тогда это будет не национальной чертой, а государственной. То есть вы считаете, что не в генах дело? Гены, безусловно, потому что, ну, как сказать, чем больше сжималась пружина, ну, не только в генах, а еще в устройстве механизма понимания, что такое институт семьи. И как надо к детям относиться. Хоть скоро есть экскурсоводы, которые вас не отцифровывают, то есть не узнают. Наверное, есть и зрители, которые не знают про вашего родителя, его отношение к голубым огонькам, поэтому в двух-трех словах, раз уже вы отца упомянули, расскажите. Да, папа. Мой папа Илья Григорьевич Рудберг, который и артист, и закончивший режиссуру Мария Юсна Кнебель, и создатель театра один из трех Аксельрот, Рудберг, Розовский, студии «Наш дом». Папа, который очень много писал в своей жизни и песен, и стихов, и сценариев, и в том числе для «Голубого огонька». Участник КВН, который был любимым капитаном Альберта Юльча Аксельрота. Вы знаете, может быть, это не скромно, но я не откажусь от этой фразы. Я всегда говорю, что мой папа Леонардо. У папы было такое количество дарований. Он был так одарен и так умен, и столько было талантов, за что бы он ни брался. Но главное, что ему привела Мария Юсна Кнебель, это поэзия педагогики. Потому что в конце своей жизни его студенты, которые до сих пор вот в нашей семье любимые, которые открыли такое количество театров, которые учат, которые ставят спектакли. А папа оставил хвост кометы Галлеи. А потом есть я. Вот, тем не менее, я насколько понимаю, фамилия вам не помогла при поступлении. Она мне мешала. Мешала, да. Именно то, что вы дочь Рудберг. Ну, конечно, как у всех детей. Понимаете, дело все в том, что в последнее время это вообще как-то превратился в какой-то ужас. В последнее время давайте уточним, о каком периоде говорим. А я имею в виду, что последние лет, наверное, 5-7, когда мы в чем-то виноваты. Виноваты в том, что мы генетически хотим династийно существовать в этой профессии. Самое удивительное, ну, хорошо, давайте сделаем так, что мы все по блату, да. Вот, что я поступила по блату, хотя я поступала 3 года, и меня только с третьего раза взяли. Что я закончила по блату, что меня в театр Вахтангова взяли по блату. Но, когда я выхожу на сцену, заканчивается блат. И все мы, носители фамилии Миронова, Бурляева, Яковлева, да, мы выходим на сцену. Судите нас там. Забудьте про то, что мы дети ночных репетиций, гастролей, премьеры, халтур, да, сумели, мы, видно, родиться в антракте, когда перекур. Ну, пожалейте нас. И предъявите к нам просто гамбургский счет к тому, что мы делаем. Я горжусь теперь своей фамилией, но к этому надо было прийти. А когда ты приходишь в 16 лет, и когда ты говоришь, да, и первое, что тебе говорят, Илюхина дочка, у тебя подкашиваются ноги, и ты понимаешь, что ты вообще никто. И вот это ощущение, что ты вообще никто, и что вот эти папины заслуги, папина жизнь, она, как будто меня забили двумя досками. Я через этот крест смотрю. Мама моя дорогая, но как только я начала быть сама, и как только первый раз в жизни папу спросили, простите, пожалуйста, а вы папа вот этой актрисы, которая играет за Денису на пельце, я успокоилась. Вот это успокоение, а дальше мы были коллегами, дальше мы были сотворцами, понимаете, потому что мы были с папой очень похожи. Я папу не пускала в училище вообще никогда. Он пришел первый раз на дипломный спектакль. Это был наш уговор. Я только понимаю одно. Если мы носители такой фамилии, мы должны понимать, что мы должны учиться за двоих, за троих, и что мы должны сначала освободиться от этого бремени, а потом на этот герб фамилии, на этот щит семейный приносить цветы, лавры и их приумножать. Антиземитизм. Приходилось сталкиваться? Приходилось, но вы знаете, совсем не в такой степени, например, как, конечно, моему папе. Могу сказать, что в школе несколько раз, но в легкую. Это ведь была московская школа при этом. Московская школа, да, очень известная. Ну, просто у нас, наверное, много училось еврейских детей. Это была 31-я школа за дворки МХАТа и композиторов и так далее. Многие, как сказать, скрывали это. Но я вообще не меняла фамилию, вы понимаете, по статусу, когда уже совсем докапывались, люди, они смотрели, что у моей мамы фамилия Суворова и поэтому называли меня Шиксой. А я Шикса для тех и других. Понимаете, я всегда сижу между двух стульев, потому что, казалось бы, для евреев я, у меня мама русская, а с фамилией Рудберг в России, ну, что тут говорить, да, можно писать любые вещи, но посмотрите на меня. Так что я вижу прекрасное лицо. Так что я никогда не педалировала это. Вы знаете, вообще мне кажется, что мне очень мою принадлежность по крови и мое отношение к этой теме объяснила Улицкая, Даниэль Штайн. Потому что там есть такая замечательная вещь, как евреи-космополиты. Вот я принадлежу к евреям-космополитам. Я воспитана, я не знаю еврита, к сожалению. Я воспитана на русском языке, на русской культуре, на мировой культуре, в которой очень мощно присутствует еврейская культура, русская культура. Для меня небожители итальянцы и грузины меня всегда принимают, если меня не знают вообще никто, и когда жестикуляции. Первое это итальянка, второе это грузинка, и потом только, как сказать, уже еврейские корни. Я человек мира. Я никогда не буду относиться к человеку с точки зрения его национальности или вероисповедания. Я всегда отношусь по тому, что он умеет, чем он занимается, насколько он талантлив, насколько он умен и так далее. Это единственные критерии, которые пожизненно предъявляются мною кому-то, а будь он хоть серо-бурмалейновый в крапинку, понимаете? Вот как-то так. У нас вообще был в семье Бенетон, всегда Бенетон. У нас был представлен весь Советский Союз, весь мир и так далее. Поэтому я абсолютно космополит. Мы выходим на финишную прямую, поэтому все-таки насчет Бродячей Собаки, чтобы это ружье подвешено, нажмите на курок, чтобы выстрелили. Бродячая Собака это название моего поэтического спектакля, с которым я много езжу и играю, в том числе в театре Вахтангово. Бродячая Собака это название того странно приимного места, где на стыке времен на разломе эпох юноши и девушки, фамилии которых Мандельштам, Ахматова, Гиппиус, Мережковский и так далее читали свои стихи. И это литературное кабаре. А еще это, конечно, образ жизни, который был у меня до того, как возникла пандемия, потому что я бесконечно путешествую, бесконечно летаю, езжу и так далее. Это, надеюсь, вернется ко мне, потому что наверное самое главное для человека это движение, чтобы оставаться живым и мобильным, а для артиста движение это разные публики, разные аудитории, разные театры. Я очень этим подпитываюсь. Вот, поэтому я надеюсь, что вот этот мой собачий образ жизни со знаком плюс и со знаком вдохновения и движения сохранится. А если кто-то хочет прийти, правда 25%, но тем не менее я выхожу и играю в театре Вахтангово. 25% заполнения вести залы вы имеете в виду эти слова. Да, да. Вы знаете, у нас есть традиция, гость золотой рыбки, который на самом деле, как Андрей Владимирович Макаревич мне объяснил во время премьерной передачи, это карась. Это карась? Да, золотая рыбка, это в принципе китайский карась, поэтому зовут его дядя Володя. Пожелание Юлии Рудберг, дяди Володи. Дяди Володи, я хочу пожелать, чтобы вирус ушел, а корона у нас осталась. Корона в виде достоинства, в виде милосердия, роскоши человеческого общения, и, наверное, чтобы мы все-таки еще раз вспомнили, дядя Володя, напомните, пожалуйста, как сказал Чехов, берегите в себе человека. Это сегодня очень важно. Вы еще раз просто доказали, что вы не только красивые, это видно, это я вижу, но и умная женщина, с которой лично мне всегда приятно общаться. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.